Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, геометрия 7 класс, автор Мерзляк, тест номер 2. Задание номер 4. Сколько пар равных треугольников изображено на рисунке? Чтобы считать пары треугольников, давайте мы обозначим четырехугольник ABCD, обозначим точку пересечения АС и БД буквой О. И сразу давайте покажем, вот эти угол ВОЦ и угол АОД, это углы вертикальные, поэтому это равные углы. А также угол АОБ, вот моему двумя дужками покажем, и угол СОД, это тоже равные углы, они тоже вертикальные. И тогда, исходя из этого, сразу мы можем записать первую пару равных треугольников. Это треугольник БОЦ и треугольник АОД, потому что, ну вот, черточками показаны равные стороны, и равные углы мы показали дужками, и получается, что у нас две стороны треугольника БОЦ и угол между ними треугольника БОЦ, соответственно, равны двум сторонам углу между ними треугольника АОД, значит, треугольники эти равны. А из равенства этих треугольников следует и равенство третьих сторон, а именно ВЦ равно АД. И давайте на чертеже это покажем. Вот мы тремя черточками перечеркнем ВЦ и АД. Это будет обозначать, что это равные стороны. Точно так же мы можем записать, что треугольники АОБ и треугольник СОД равны. Тоже они будут равны по двум сторонам углу между ними. По первому признаку равенства треугольников, из равенства этих треугольников отметим равенство их третьих сторон, а именно АВ равно СД. И покажем четырьмя черточками, зачеркнем АВ и четырьмя черточками зачеркнем СД. Вот четыре черточки. Вот, это тоже равные стороны. А вот теперь мы можем найти еще пары равных треугольников, а именно треугольник АВЦ равен треугольнику АЦД. По трем сторонам. Сторона АЦ общая. АВ равно ЦД, ВЦ равно АД. По третьему признаку равенства треугольников эти треугольники равны. Но также и равны треугольники ВЦД и треугольник АВД. У них ВД общая, АВ равно ЦД, ВЦ равно АД. Таким образом, мы давайте напишем, итого мы получили четыре пары равных треугольников. И тогда правильный ответ содержится в пункте Г. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите вопросы в комментариях. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...